Церковь Христова учреждена Господом не как организация, а как единый организм, тело, которое составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И это действие в свою меру каждого члена предполагает не только разнообразие ролей и функций, но также и взаимную поддержку, укрепление, назидание, утешение. Христианская каинония – это не просто единство в противостоянии внешним вызовам, а сообщество взаимной принадлежности, где каждый заботится не столько о себе, сколько о тех, кто рядом. Писание призывает нас любить друг друга, служить и подчиняться друг другу, приветствовать друг друга, не судить и не излословить друг друга, прощать и вразумлять друг друга, учешать и увещевать друг друга, предупреждать друг друга в почтительности, принимать и наставлять друг друга. Воистину, Церковь Христова – это друг-дружное сообщество. С самых первых дней существования Церкви взаимное наставничество было неотъемлемой частью фундаментальных принципов ее жизни. Эти принципы не утратили своей важности в наши дни. В современных условиях необходимость отношений со наставничеством особенно остро появляется в трех случаях. Во-первых, в формализованных общинах, где служители заняты исполнением своих функциональных обязанностей, настолько, что не обеспечивают должного личного наставничества рядовым членам Церкви. Во-вторых, в быстро растущих общинах, где количества зрелых служителей еще недостаточно, как, к примеру, это было после распада СССР, когда подавляющее большинство молодых общин составляли новообращенные. И, в-третьих, в контексте внешних ограничений – гонения, запреты, карантин, когда общинные встречи невозможны и большая часть общения происходит на межличественном уровне. В конце концов, апостол заповедует – никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 1 Коринфянам 10.24 Всякое назидание, поучение и наставление, получаемое нами, мы, в первую очередь, получаем не столько ради самих себя, но чтобы иметь возможность делиться ими друг с другом.